Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс, и на этом канале я пью очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Знаете, ребят, я наблюдаю сейчас за Казахстаном очень внимательно, за тем, что происходит в этом самом Казахстане. И для человека, который далек от Казахстана, я очень мало на самом деле знал что-то об этой стране и о том, что там вообще происходит. И вы знаете, если ты думаешь вот так вот о диктаторах, тот же Путин, тот же Лукашенко, очень сильно скрывается все их достатки, очень сильно скрывается то, чем владеет их семьи. И вся вот эта финансовая тема, когда там какие-то миллионы, миллиарды, миллиарды, конечно, мы здесь говорим про сотни миллионов долларов и евро, это все очень сильно шифруется. Как оказывается, у Назарбаева все достаточно открыто, и ничто там не прикрывается. У дочери Назарбаева нашли дворец за какие-то десятки миллионов долларов и много чего еще интересного. Стало известно, что дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия, по данным Sunday Telegraph, 41-летняя Алия потратила на роскошный особняк в Лондоне 8,75 миллионов фунтов стерлингов, чтобы получить вид на жительство в Великобритании. Также уточняет это самое издание, что дочь Назарбаева купила дорогой самолет Challenger Bombardier за 18 миллионов фунтов стерлингов, а также недвижимость в Дубае за 14 миллионов долларов. До этих покупок Алия вывела из Казахстана личное состояние в размере 300 миллионов долларов. И если сейчас вот посмотришь на влиятельных казахов, на богатейших казахов, везде присутствуется или понебратство, кумовство с президентом, бывшим президентом Назарбаевым, или непосредственно его родственники и дети. Ребята, вы понимаете, когда вот сейчас смотришь на то, что происходит в Казахстане, ведь не говорится же ничего, что люди хотят перемен, люди хотят, чтобы Назарбаев ушел. Да, конечно, сейчас есть другой ставленник, но это опять же та самая пешка, как был Медведев в России, ничего он не решает, Назарбаев там правит всем. Он отец нации, без шуток, так это сейчас называется. Он там папа всем казахам. Это ужасно, что творится, когда миллионы евро выводятся из страны детьми, внуками, правнуками. Там трэшанина. Ребят, то, что происходит сейчас в Казахстане, это полнейшая трэшанина. И здесь люди выходят не потому, что на газ подняли, там на оценку в два раза, а потому, что устали от диктатора. Не просто диктатор, который, не знаю, лелеет свою страну. Воруют. Воруют, я не знаю, на 150 поколений вперед. Вы понимаете, что происходит в Казахстане? И когда смотришь сейчас вот эти вот федеральные новости, ведь федеральные новости России, они показывают все не просто однобоко, они элементарно врут. Люди хотят перемен. А все, что вы боитесь в Кремле, это перемены в этом же самом Казахстане. Потому что полетит одна диктатура, за ней полетит, возможно, а может и не полетит. Все остальное. Путин заявил, те люди, которые выступают за ситуацию на газовом рынке, это одни люди, у них одни цели. А те, кто взял в руки, я не знаю, палки камнем и нападал на государство, это совершенно другие люди, у них другие цели. При этом активно применялись присущие Мальданам технологии, элементы силовой информационной поддержки протестов. Вы знаете, ребят, я повторюсь, может быть, это непопулярное мнение, но я считаю, чтобы снести диктатора, все ставки хороши. Абсолютно все ставки хороши. Неважно, кто будет за этим стоять. Я считаю, что то, что сейчас происходит в Казахстане, как и в Беларуси, как и в России, во-первых, вы должны видеть сами, что состояние свобод, оно ухудшается, оно супрессируется. Постоянный контроль полицейских государств, он абсолютно везде. Я считаю, что в таких государствах, например, этот же Казахстан, все ставки хороши. И неважно, кто стоит за этими переменами, но диктатор должен уйти. Это вот мое личное такое мнение. И вы знаете, помните, вот эта вот новость, значит, меня просто шокировало, как сейчас облажались спецслужбы Казахстана. Они выдали запогромщика, известного джазового музыканта из Кыргызстана. Его заставили. Я не могу поставить это видео здесь на канале, потому что там, ну там, графическое изображение, YouTube и так. Мой канал во все очень плохо ко мне сейчас относится, у меня очень упалял, горит. Ну поэтому, ребят, чтобы поддержать комьюнити, ставьте палец вверх, подписывайтесь. У нас здесь жарище, и вы действительно очень помогаете комьюнити своей активностью. Но взяли они известного пианиста из Кыргызстана, Викрама Рузахунова. Там месиво было на видео, поэтому не могу поставить это самое видео. Он признался, что он участвовал в митинге, и за митинг и грабежи ему заплатили за участие 200 долларов. Когда люди узнали, что это известнейший джазовый музыкант из Кыргызстана, пошел публичный резонанс. И спецслужбы Казахстана стали говорить, что нет, это не известный музыкант Викрам Рузахунов. Это какой-то гастарбайтер, очень похожий на этого человека. Но после того, как люди сказали, ну что вы врете, сколько можно врать, они просто отпустили его. Они просто отпустили его на свободу. Но здесь интересный момент, дорогие мои сплетники. Если бы он не был популярным, известным, публичным человеком, о котором, к сожалению, не слушают джазовую музыку спецслужбы Казахстана, если это был обыкновенный человек, вот с улицы, он бы оговорил себя, потому что человек себя оговорил под давлением. То есть вы понимаете, да? Момент швабры, если вы понимаете, о чем речь сейчас, привет, места заключения России, он присутствует и в Казахстане. Человека заставили себя оговорить, и после того, как выяснилось, что это никакой не гастарбайтер из Кыргызстана, его отпустили под давлением общественности. А если бы он не был публичным человеком, он бы присел. И присел по-серьезному, потому что он сам себя оговорил, что до 200 долларов пошел мародерствовать. Ребята, то, что творится сейчас в Казахстане, скивание в поддержке диктаторов, как Лукашенко, так и Путина, все это подтасовка, все это вранье, и все это делается из одного побуждения, удержать власть всеми силами. Ну не наворовались еще ни Назарбаев, отец нации, да, ни его эти потомки, которые просто миллионами вывозят деньги из Казахстана. Ах, прям, знаете, такой вот душок, душок. И вот смотрим, вот сейчас смотрю федеральные новости, да, Россия-1, боже мой, это самый настоящий цирк. Все врут. И вы знаете, то, как врут сейчас они, я в шоке, потому что это пропаганда невиданных масштабов. То, что сейчас показывается, о Россия-1. Интересно послушать ваше мнение, дорогие мои спецники, кто из Казахстана, как вам живется при таком, отце нации. Какие у вас перспективы? Ничего не изменится, ребят. И ни один диктатор другого не предаст. Интересно послушать ваше мнение, комментарии открыты. И повторюсь, ставьте лайки, подписывайтесь. Все просто представить не можете, как вы помогаете выравнивать нам алгоритмы. А мы в свою очередь обещаем радовать вас ежедневными сплетнями и новостями на этом канале. Помните, на этом канале сплетник. Это звучит гордо. Только представьте себе, да? Опять вылезает вот сейчас в рекомендациях Тина Канделаки. Тина Канделаки, которая молотит деньги везде. Патчи какие-то там у нее свои бизнесы. Она серьезно зарабатывает на ТВ. Для тех, кто готов реально идти к жизни, свои мечты, оставляю ссылку на курс. После праздников цены повышаются, да и мест осталось не так много. Тин, а мест куда не осталось много? Ты сейчас хочешь сказать, что в онлайн-разводилове, которое ты называешь курсы, есть какие-то места? Ты про посадочные места? Ты сейчас говоришь. Вот у тебя есть, я не знаю, 75 стульев, да? И у тебя эти стулья заканчиваются? Видишь, про какие ты места говоришь, которые они заканчиваются? Ты взрослый, думающий, умный, образованный человек. Вот ответь мне на этот вопрос. Про какие посадочные места ты говоришь? Про каких мест, какие места, их осталось очень мало? Как правильно мечтать? Подписывает, значит, вот эту вот фотографию в ужасной шубе Тина Канделаке. Вот на данный момент, когда инфомошенник, это именно рисательное. После всех разборов, после хронических протаскиваний публично, что я, что ютубная, что Коносова, что Собчак, вот уж где грохнуло на пол России, да? Если не на всю. Вы продолжаете заниматься подобным? Тебе не стыдно, Канделаке? Мечтать ты учишь людей? Тебе самой это не стыдно вообще? Я в шоке, ребята. Вы понимаете? Ты не ожидаешь от людей такого уровня. Я сейчас объясню. Я уважаю Канделаке не за ее политические взгляды, не за ее позицию, а за то, что я считаю, что она хороший журналист, работающий в условиях России, да? Назовем это так. Я никогда не поставлю Тину Канделаке, не ставил до сегодняшнего момента, на уровень вот этого дна, где живет Регина Тодоренко. Никогда я не поставил бы Тину Канделаке на один уровень с этой вот неудачницей, со сбитой летчицей, понимаете? Но когда ты видишь такое, Тин, серьезно, места у тебя не осталось? В твоем вот онлайн-разводилове, у тебя заканчиваются места, и только что вот сейчас прошла вот эта вот публичная порка Елены Блиновской, отписалось 300 тысяч. Ну, конечно, это капля в море, опять она там накрутит, намотает себе новых подписчиков. В этом никаких проблем лично я не вижу. То есть 300 тысяч думающих людей, по крайней мере, от нее отписались, и она вот сейчас говорила, что она уходит из инфа, я не знаю, пространства. Она сейчас не будет сама, по крайней мере, вести вот эти свои курсы, и мне вот просто оборвали все директы, дорогие мои сплетики, вот так, например, моего же директа в Инстаграме, где говорят, невозможно зайти ни в инсту, ни на Ютуб, где не шла бы реклама курсов Елены Блиновской. Всегда сочиняй мечты, беспрецедентные впервые, вряд ли больше когда-либо психотерапия со мной. Пять сеансов. Поездка в Дубай на двоих. Это призы. Спасибо же. Пять сеансов смотреть на лицо Елены Блиновской. Ауч. Обучение на мастера игры путь желаний. Обучение на игропрактика игры путь желаний. Обучение на курсе куратор онлайн-проектов на тарифе куратор-кураторов. Parfume My Dream On by Блиновская. Пять штук. Я читаю набор слов. Повторюсь, я человек с высшим образованием. Я не понимаю, о чем речь. Я понимаю, что здесь вот они когда придумывают вот эти вот обороты куратор-кураторов, я не знаю, нарисую себе мечту. Во-первых, под чем они это пишут, да? Наверняка после хороших шестерок банок пива. А во-вторых, они сами не ржут в голосину, когда составляют вот подобного толка описания к этим самым курсам взрослые люди и занимаются вот такой ерундой. Но я до сих пор в шоке, что до сих пор есть люди, которые платят деньги этой вот Елены Блиновской, Тине Канделаки. Тина, Тина, это было разочарование. Ты-то куда? Ты куда полезла? Мечтать ты научишь. Тьфу, отрава. Ольга, выплывай. Посмотрите, какое дно. Мы прилетели в Киев и нас держат в плену. Чуваки, меня не впустили. Я враг. Нас обратно развернули. И Лохин прилетел в Киев и его не пропустили в страну. Сказали, что задержали его на границе при проверке визы, я не знаю, паспортный контроль. И сказали, что ему запрещено въезжать на территорию Украины. И он сказал, ну, пошутил, что типа он враг. Он никак не прокомментировал это, но сказал то, что сказал. Я уже посчитал, что он сказал достаточно. Люди поняли, о чем речь, что наверняка он предоставляет угрозу нацбезопасности Украины. Обычно такая вот формулировка есть, по ней не въезжал. И Моргенштерн, по ней отказывали вот этим вот звездам именно угроза нацбезопасности Украины. Ну, ребят, ну, слушайте, я понимаю, что у вас своя вот эта вот политика. Но сколько, блин, можно? Он в Крым, насколько я знаю, не ездил, да? Никаких политических высказываний он не делал. Я понимаю, он дно дна, и таких тиктокеров я везде, на самом деле, запретил, потому что они несут, они не разложение умов, они несут инфантилизм, и такое, знаете, плевать на все, как жизненную позицию. Я считаю, что это очень вредно для молодых, которые думают, что они могут вот так вот заниматься тем, чем занимается Даня Милохин, и будут иметь то же самое. Ребят, я вам честно скажу, что у вас не получится в 99,9% заниматься тем, чем занимается Даня Милохин, да? У какой-то мизерный процент наверняка выстрелит, но это опять же, ребят, пальцем в небо, и лотерея, которая заведомо проигрышная. Но мне вот интересно, а по какой причине вот Билу Милохина-то не пустили? Я понимаю, его контент дно, а неужели над безопасность Украины? Вы знаете, здесь начинается что? Вот мы сейчас ахаем-охаем вот в России, там сейчас запрещают показы ЛГБТ-сцен в кино, то есть дяди запрещают, взрослым дядям и тетям, гражданам России смотреть телевизор или там какие-то определенные сцены, которые они считают неуместны для правильного скрипского восприятия окружающего мира. Но тем же самым занимается и правительство Украины. Ребят, серьезно, культуру оставьте, дайте украинцам самим решать, на кого ходить, какие концерты посещать и кого поддерживать своей заработанной гривной. Хватит нести цензуру и принимать решения за своих же граждан. Вы знаете, вот когда приезжал тот самый Баста в Украину, и там ходили вот эти вот пикеты вокруг, не пустим Басту, не поддерживать его своим рублем. Да, ребят, не хотите поддерживать Басту? Не поддерживайте. А есть люди, граждане Украины, которые хотят поддержать Басту рублем. И не потому, что хотят его поддержать, а потому, что им наверняка нравится его творчество. И они хотят послушать его концерт. Вот если бы Баста не продавался или продавался бы в ноль, да? Он бы просто не приезжал в Украину. Вы понимаете? Хватит лезть со своими моральными ценностями, принципами и какими-то умозаключениями в жизни обыкновенных граждан. Ну, значит, есть рынок в Украине для Дани Милохина, если его хотят там видеть. Правильно, да? Ну, нет же, не пустим, он угроза нацбезопасности. Я обожаю Украину, ну, черт возьми. Это уже, знаете, такой смешной гротеск на самом деле. Интересно послушать ваше мнение. Очень интересно его послушать. И вы знаете, я здесь не поддерживаю Дани Милохина. Для меня этот контент, он не мой. Абсолютно не мой. Я говорю о прецеденте, безумии, да? Очередного. Цензура. Это называется, дорогие мои, цензура. Нападающий в Ерентины Александр Кокорин стал победителем номинации «Посмешище» в сатирической премии «Золотая урна». Ее вручают худшим игрокам итальянской серии А за календарный год. Ну, дорогие мои, вот понимаете, вот он стыдухой. Когда я начал сейчас гуглить, узнать больше информации про эту самую новость, вы знаете, это какое-то дно. Называют просто позором российского футбола. В Италии это просто предмет для глумления. Вот настолько он ужасен, как игрок, он не техничен. И понимаете, я смотрю на футболиста, во-первых, меня удивляет, а почему, кто его подписал в Ерентине? Очень это интересно. А во-вторых, я не болельщик. Я не болельщик совершенно. Но испанский стыд, когда даже известные популярные люди в России, которые на самом деле являются самыми настоящими болельщиками этого самого футбола, говорит, в какое же дно превратился этот самый российский футбол, ты думаешь, да, это самая настоящая печаль. Вот, пожалуйста, Александр Кокорин. Ну что же, мужик, поздравляю, золотая урна. Посмешище года. Восхитительная информация. Помните, в свое время, наверное, где-то год назад Гай Германика, Валерия Гай Германика, кто помнит этого режиссера, вы знаете, я обожала Гай Германику. Ее школа, ее все умрут, а я останусь. Как же я обожал эти ее работы. Для меня она была на тот момент просто самым настоящим откровением, открытием. И я с таким вот просто наслаждением вот упивался ее творчеством. Без шуток. Это вот фильмы моей молодости. Я с огромной удовольствием на самом деле это все смотрел. И вот буквально год назад мы говорили вот в этом самом видео по этой ссылочке, можете пройти и посмотреть, когда она дарила всем свои вот эти вот непонятные бусики, знаете, нанизанные на лесочку. Стыдуха. Стыдуха была самая настоящая. И вот смотрю, сейчас пошла реклама Герника Джуэрри. Валерия Гай Германика представляет новую коллекцию украшений из драгоценных камней. И вот на шею у нее вот эти вот намотанные опять вот бусики, знаете, фенечки. Насколько я помню, это называлось фенечки, когда детсадовские дети вот это вот нанизывают бусики на ниточки. Это называлось фенечки. Вот этими фенечками сейчас она продает из драгоценных камней. Господи, боже мой. Вы знаете, вот когда у тебя богатый мужик, да, у тебя же богатый мужик. Германик у тебя богатый мужик. Я понимаю там с этим христианским уклоном опять вот эта вся тема непонятная мне, неприветствуемая мной. Так же комфортно, да, вот когда ты режиссер, у тебя богатый мужик и ты можешь реализовывать себя как хочешь, да. Вот наслаждайся тем, что у тебя не нужно гоняться за деньгами, не нужно гоняться за камерами, за светом. Ты можешь сделать все, что ты хочешь. Ты можешь реализовать любой проект как режиссер. Зачем фенечки? Почему не кино? Черт возьми, ребят. Смотрю, и такая вот печаль безнадежная, да. Для меня вот это вот от Германики, которую я обожал, самая настоящая деградация. И к слову, очень захотелось мне поговорить про обнародован новый список нуждающихся чиновников, получивших от государства жилье. Без шуток. За 2014 года управделами президента потратил на жилье для чиновников 6,5 миллиардов рублей. Дмитрий Григоренко, дорогие мои, вице-премьер правительства России, получил от государства квартиру 177 квадратных метров в ЖК дом на Тишеньке стоимостью 124 миллиона рублей. При этом уже владея тремя квартирами общей сложностью 250 квадратов. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила квартиру площадью 160 квадратных метров в ЖК дача Сталина за 71 миллион рублей. При этом уже владела двумя домами площадью 600 квадратов и квартирой 85 квадратов. И Дмитрий Кобылкин, депутат Госдумы, экс-министр природных ресурсов и экологии РФ, получил от государства квартиру 150 квадратных метров за 67 миллионов рублей. При этом уже имея квартиру и два дома общей площадью 500 квадратов. А где-то, дорогие мои, в России, да? Многодетная семья 10 лет ждет субсидию на покупку жилья. Знаете, вот штрих к портрету. Блин, разрыв, да? Новая элита, политическая элита, кто захватил власть, которые доят. Эти страны, да? Обыкновенные люди, которые десятилетиями ждут субсидии. Сюрреализм. Давайте пообщаемся в комментариях, очень интересно послушать ваше мнение. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддержим приюты для бездомных животных. Я знаю, в каждом городе, в каждом населенном пункте есть свой приют, который очень сильно нуждается. Пожалуйста, прогуглите, узнайте и помогите, потому что, кто из них мы сплетники? Люди с огромным обостренным чувством справедливости, которые никогда не пройдут мимо мучений бездомных животных. Спасибо, дорогие мои сплетники, что доказываете всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, огромное аппетитно всем за подписки, за пальцы вверх, за комментарии. Огромное спасибо всем спонсорам канала, дорогие мои спонсоры, с вашей помощью уже действительно становится легче. Спасибо еще раз всем за внимание, увидимся обязательно завтра. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова